так на берегу на скале снята 3 серия здоровья был ветер может она получилась может нет знаю только вечером когда включу компьютер напомню что сегодня 12 июня 24 года и в этой серии сняты про здоровье будет сейчас 4 итак значит я уже сам себе хорошие придумал слова жуткие слова с вами разговаривает фантом можете считать что я с вами говорю столу света вероятность того что я жив для среднестатистического россиянина или для среднестатистического европейца означает процентов 10 не более того вот причем я был достаточно молод сюда приехал 34 года 35 лет я начал подыхать вот это я все все скажу по порядку и так сегодняшняя тема маржевание маржевание не чистом виде потому что есть люди которые без купания в ледяной воде проруби ли себе не представляет это особые люди сразу скажу вот у них невероятная энергетика у них если мы постоянно теряем энергию вот как я проверяю я померил человека утром биополе метр вечером ноль три метра феноменально это на грани их соседца а потом он приходит алюминиевого завода где это самое страшное магнитное поле так производство алюминия и у него до нуля стирается поле то есть два разных человека утром такое вечером или живой вот и вот человека который нет биополе все борячки то и накатывают даже дурной глаз на него опасен если нет биополе у кого-то с рождения нет есть приемы есть и про это я говорил еще скажу как поднять его но я сейчас буду более узким специалистом дело в том что я просто спасал свою жизнь надо кажется что я спасал ее не случайно это случилось потому что лезть в ледяную воду извините удовольствия никакого нет а к тому же когда лезешь неподготовленный ничего не умеющий вот никакого опыта нет да еще попадают такие ситуации что это просто ужас и думаешь господи автора жизни не пойду итак первый выход несколько месяцев страшные меня уже перспектива была большая карьеру начальники авторитет заработал при пуске первых корпусов алюминиевого завода там не это не забалуешь там так работать надо было вот и авторитет был заработан но тут же его и терял астма бронхит и наконец врач сказал уходишь это корпусов электролиза или мы пишем негоден вообще к работе альтиматум от врачей меня спасали это их спасение уходи с вредной работы а тут же газ очистки там почище газ очистка это тоже газ но почище вот как компромисс меня отправили туда мастером вот перевели ну работаю но астма все сильнее ночами я задыхался до полу смерти это когда выкашливаешь весь кислород это самое дыхание останавливается на несколько минут это не вам не пожалею врагу не пожелает испытать кто мне это подсказал никто представлен такую картину я рассказываю потому что это все войдет в записки зачарованного сибирского садовода аудиозаписки очередная серия и будет десятки и я надеюсь помогу многим людям найти себя и здоровье вернуть вот конкретный случай повторять это как помните это пишут там кто-то опасный трюк появляется там раз титры я повторять так вот титров не будет я словами сказал не повторять вот теперь я надеюсь на то что не просто это слова а то что если вы будете делать спасать свой организм то ну чуть-чуть по крайней мере не не в одиночку как я это делал и еще кое-что подскажу и так поехали вот и так поехали мы с вами представь себе неси вот он и неси но это летом зимой температура опускается до плюс один ниже не бывает плюс один это средняя зимняя температура вот считается самая низкая ноль плюс один будет стать теплая и так значит я одеваюсь как обычная одежда и еду на енисей это километра полтора два машины тогда не было завод пускали а тут какое-то отчаяние у меня в душе и боюсь спать ложится я прихожу на енисей раздеваюсь разуваюсь ноги босые так куда плавок захожу в воду камни острейшие они мне так ранили ноги еще же там стекло от алкоголиков рисковал страшно распороть ноги но я захожу в воду по пояс ныряю с головой отплываю метров двадцать когда выныриваю холодно оказывается меня уже снесло метра на пятьдесят и хоть ну речка шустрого и тогда я значит грибу берегу еще сносит и так метров пятьдесят семьдесят и мне надо пройти босиком до одежды я иду до одежды босиком но намерзшая намерзает прямо на мои эти ступни камушки я так прихожу уже с камнями с примерзшими далее начинаю одеваться а у меня кругом пуговицы боже мой а уже пальцы уже замерзли уже не чувствую стучу зубами а знаю одно специалисты якобы специалисты говорят так когда вот такое пройдешь вот такое испытание это прорезешь капитана потом моржей через там минуту-две проходит волна через тело горячая волна которая и омолаживает и убивает все бактерии вот одеваюсь и жду х волну с трудом одеваюсь долго одеваюсь околеваю окончательно вот кое-как где-то пуговицы застегнул где-то нет и наконец накидываю на себя телогрейку вот тогда все лейку взять вместо обычного пальто и тут дома и тут полна меня настигает вот она не обманули специалисты эти по это самое по маржеванию вот прихожу домой мета приступа алья-ля ля 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 аля ля 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 �я ля-ля я сразу как называется успокоился расслабился в третий день опять погиб late pack seeking out the А ведь я испытал от этого купания один ужас, страх, потому что дискомфорт дичайший, вот действительно на грани выживания, я тепленький, незакаленный человек в ледяной воде, попробуйте, повторите. И тогда я вдыхаю, пережив очередной приступ астмы, смертельная астма. А тут уже пишут, астма, во-первых, помолодела, а во-вторых, если астма раньше просто мучила людей, то люди начали умирать. А мне в 35 убирать совершенно не хотелось. 35 лет, сейчас мне 74. Так вот, и тогда я вдыхаю, иду снова. Но я-то не просто, я один раз в дуру-то залез, а второй раз, я же не могу повторить эти глупости. Я лучший рационализатор города Норильска, у меня есть справка, в смысле, не справка, а диплом. У меня сотни этих самых бумажек, где я своими мозгами добился их. Вот. Ну и, наконец, наконец, подготовка. Потом было третий этап. Подготовка уже лучше. На мне двое штанов, без этих, без ширинок, без этих, без ремней, без пуговиц. Просто двое штанов на резинке. Раз. Два свитера без единой пуговицы. Два. Ушапка-ушанка. Три. Вот. А на ногах что? А кого мне ночью бояться? Темнело в пять-шесть вечера. Вот. А я-то после работы, я в восемь-девять, в валеночках пошел. К скандебать-то это. Вот. И, естественно, со мной это самое, как он называется, если уже до конца. Самое хитрое изобретение. Со мной в рюкзачке или там в сумке, неважно, лежит халат. Понимаете? Вот. А теперь представим себе уже человека, который учится на бегу. И на лету переодевается, перебывается. Я подхожу, расстилаю тряпку, уже не на камнях, а на тряпку. Быстро, быстро. А что там скинуть-то? Пуговица нет. Вот. Два свитера скидываю, двое штанов скидываю. Ну, носки скидываю. Вот. И, оказывается, еще что-то не допернуть. Чуть позже еще одно сообразил. Опять лезу в воду, опять раню ноги камнями. Но, заходя в воду, я уже сразу грибу против течения. Вот. Также отплываю метров двадцать на грибу против течения. И фактически остаюсь на месте. Потом опять выгребаю против течения, но с уклоном к берегу. И выхожу прямо напротив, метр в метр. Вот. Тут же, значит, становлюсь на тряпочку. Вот. Что вы думаете дальше? Нет, до сих пор не догадаетесь. Вот. Да, мокрый. Накидываю халат. Сразу босые ноги в это самое... Валенки. Вот. И на голову в шапку. С этого момента уже секунды пять. А я уже не мерзну, ребята. Я не мерзну. Вот. Потом ума хватило еще брать с собой толстые шерстяные носки. И это была окончательная экипировка. То есть я раздевался до носки еще на ногах. И я все снимал, кроме плавок и толстых шерстяных носков. И спокойненько, не боясь даже камней острых, и даже каких-то стекол не боясь. В толстых шерстяных носках плавал. Кто меня видит, то надо смеяться. Никто не видит, никто не смеется. Вот. Потом были этапы другие. Фотографию мы как-то видели. Не раз. Я там в кедах. Прям в кедах и нырял. Вот. Вот теперь уже точно я не боялся никаких острых камней и острых этих самых. Стекол от алкоголиков. Там этого добра хватало. Вот. Все. И я, когда я на себя накидывал халат, одевал валенки, я спокойно брал полотенце, я уже не спешу. Куда-то сразу пропадает холод. Стоит только даже накинуть. Не заворачиваться в халат. Стоит накид или напрячь, а почему-то ноги в валенках. Все. И я тогда не спеша. Как тот самый моряк в развалочку, сошел на берег, как будто он. Ну, в таком темпе я растеряюсь. Вот. Прямо в халате, под мышками. Все. Пах. Везде растерся. Вот. Потом наглел. Это уже в следующие разы, когда еще зарядку делал. Хотя особо-то и не хотелось, но еще зарядку делал. Потом уже одевался. Постепенно привыкал к холодной воде. Значит, у меня прекратились через 10-15 заходов. Вот таких вот, самых сильных. У меня прекратилась астма полностью, навсегда. Это было самое жесткое. А потом я начал немножко слабинку давать. Вот. Следующий этап. Я рассказываю иногда как анекдот. Вот. Ну, еще раз. Это рассказываю. Вы их можете не слушать. А может быть, что-то получится. Еще раз. Помните титры? Не повторять. Так вот. Повторять можно, но как? Давайте следующий этап берем. И так я обзавожусь девяткой. Мне, как одному из самых-самых работников, герой пуска, мне дают, ну, право купить девятку. Твоя Вишневая. Это была самая красивая машина на весь город. И вот я Вишневые девятки раскатываю. Я подъезжаю. У меня уже маленькая команда. Три человека. Я четвертый. Мы договаривались. Но мы девятки подъезжаем. Черная ночь. Мы берем. Я ставлю девятку так, чтобы... А, 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 там крутой склон. Вот. Оставлял включенный мотор. Яркий свет. Яркие фары. Как тогда говорили. Самая крутая галогеновая фара. Ярко невероятно. На улице день. Под фарами. И вот мы вчетвером. Два мужика и две женщины. Раздеваемся. Вот. И очень удобно. Кто-то и зарядку пытается делать. Некоторые заплывы большие. Я не самый крутой был. Вот. И все прекрасно. Выходишь. Вот. Уже бывало и не спешишь валенки одевать. Просто на тряпочке. Все. Конец этой истории сразу скажу. Какой? Бронхит хронический навсегда исчез. Навсегда. А ведь это же было... Про мои эти самые... Астмы ученые, знаете. Врачи не знали. Зато из-за хронического проскита меня выгнали. С основного производства. На вторичное. На газоочистку. Вот. И вот, значит. Ну, а дальше надо же как-то расцветить этот рассказ. Один из эпизодов. Эпизодов. Значит. Мы ставим машину. Фары горят. И вдруг, кроме нашей четверки, появляется муж с женой. Ну, явно муж с женой. Женщина. Полная. Дебилая. Мужик в воду не полез. Вот. Удобно, да. Под цветом фар. Мужик крикнул на нас. Не глядеть. Закрыл полотенцем жену от внешнего обзора. И видно было только со стороны речки. Она, значит, полностью разделась до гола. Как будто не могла в купальнике. Вот. Раздевается до гола. А дальше-то он держит полотенце. А она пошла с такими бедрами в воду. Белыми-белыми такими. Вот. А он кричит, не смотрите. А мы хохочем. И она зашла в воду, искупалась. Вышла во всей красе перед нами. Фары галогеновые. Как будто специально, чтобы видеть эту порнографию. Это было смешно, невероятно. До сих пор помню и смеюсь. А мужик бедный бегал по берегу, чтобы... Ну, сказал бы ты, твою мать, не раздевайся, останься ты в трусах. Или одень специальный купальник. Открытый. Это надо было видеть, друзья. Ой, для чего было смешно. Вот. Ну, а потом уже следующий этап. У нас все больше. Объявление. Клуб создался. Это уже другая история. А что такое клуб? Это уже комфорт. Вот. Ну, удовольствие тоже. Здоровье тоже. Но уже не экстремально. Я даже не знаю, если бы я в то время клуб бы ходил даже с парилкой, как сейчас. Там парилка, там, это самое. А костер, там, как он называется этот. Ну, когда камин, вот. Чай горячий, хоть упейся. Вот. Каждый приносит много интересных этих витаминов. Фрукты замороженные какие. Я всегда абрикосы приносил. Слева замороженная. Вишня замороженная. Но это уже, а смог бы я вот так вот, с таким комфортом вылечиться? Или тогда, когда я не просто нырнул в воду, когда, я вспомню, первый заход. Когда я промерз до ниток, пока выплывал, меня же снесло почти на 100 метров. Как я потом босиком по этим, по камушкам матерясь возвращался. Как я не мог одеться, потому что у меня пальцы замерзли, и я их не чувствовал. Вот это было экстремально. Вот. И родился человек, который ничем не болеет. И да, я потом ходил, есть настроение? Хожу раз пять подряд, нет настроения, месяц пропущу. Вот. Чуть почувствовал недомогание. Клуб моржей. Уже на береге иногда, бывало там, отдельно ребенком, допустим, клуб не работает. Подойдем, накину на него веревку, запущу в воду моего тимошку, внука. Поплавает, вылезет, он меня тоже... Надену веревку, уже когда 70, уже можно и не выдурнуть, понимаете? Вот. Это уже, извините, я столько вылечу. Субтитры сделал DimaTorzok.